Приветствую, друзья! Давно не виделись, и это значит, что сейчас хорошее время взять и доделать какой-то старый залежавшийся на канале проектик. И в качестве такого был выбран что? Кто? Правильно! ВК-3601, а именно это прототип немецкого тяжелого танка из такой вот коробчонки. Модель в 35 масштабе, пластиковая модель производства Rayfield Model или RFM сокращенно. Собирал я, короче, этот недотигр на протяжении нескольких видосов и сегодня, я надеюсь, поставлю точку в этом деле. Ну а кто также хочет поставить себе такую модель на полочку, то благо она как раз имеется в наличии, где правильно, в модельной лавке. Модельная лавка это относительно новый развивающийся магазин масштабных моделей, который имеет довольно интересные штуки и фишечки у себя в рукаве. Посудите сами, например, вы можете в настройках магазина выбрать вашего любимого производителя и получать на такие модели скидку. Например, выбрали звезду, получайте скидки на модели звезды. Выбрали томию, пожалуйста, скидки на томию. А еще вы можете воспользоваться промокодом, который внизу под этим роликом и получить 200 рублей на ваш первый заказ в этом интернет-магазине. И даже мне упадет какая-то плюшечка с этого. Короче, промокод и все необходимые ссылочки я оставлю внизу. Смотрите, изучайте и наслаждайтесь. Ну а теперь, я думаю, самое время усесться поуютнее, расслабиться и закончить очередной долгострой нашу ВК-шечку 36.01. И, кстати, в конце видео я скажу, чем же мы займемся через неделю. А там тоже будет одно старое дельце. Погнали! Прикупил, значит, эту модель, потому что, как и многие из нас, когда-то давным-давно играл в World of Tanks. И там мне нравился такой вот танчик. Несмотря на то, что в реальности он в таком виде не существовал. Не достроили его. И предлагаю сперва показать, что и зачем я уже сделал на протяжении прошлых серий, которые вы сможете чекнуть внизу под видео. Ну и затем будем пробовать завершить эту модель, наконец-таки. Кстати, можете посмотреть и мои другие видосы по сборкам некоторых других танков. Например, того же Лейхтрактора или МС-1 и других моделей. В общем, был собран корпус ВК-3601. Собирался он легко и приятно. Довольно большое количество катков и гусеницы. Они заставили попотеть. Но в целом все нормально. Кстати, один каточек куда-то запропастился. Но думаю, я его найду. Модель была загрунтована, затем покрашена в серый цвет. Но чтобы модель не была слишком унылая в однотонном сером цвете, то я решил забацать зимний камуфляж на этой модели. По типу первых тигров 1942-1943 года. И если бы этот танк все-таки решили пустить в серийное производство в реальности, то как раз на месте тех самых тигров он вполне себе мог бы и оказаться. Поэтому зимник. Но не цельно белый танк, а полосочками. Вышло не совсем так, как мне хотелось. Немного подвела белая краска из старой уже баночки. Но в целом вполне себе хорошо. Есть, конечно же, и башня. Она немного косячная в этом наборе. Это немного кривой ствол орудия. Некоторые путаницы в инструкции. Но в целом вышло тоже вполне себе нормально. От себя я добавил сзади забашенный ящичек от панцера третьего. Декали были выбраны от другой модели. В остальном все стоковое. И сегодня я немного вам покажу, как я делал такой камуфляж. Как буду делать смывку модели. Ну и может немного погодных эффектов и следов износа этого танка. Кажись, работы в целом немного. И есть шанс все-таки закончить эту модель сегодня. Начнем с простого. Приклеим потерявшийся каток. Он оказывается спрятался на полочке за всяким барахлишком. Применяю немного клея для пластиковых моделей от Tami. Кисточка-аппликатор здорово помогает в работе. И каток на месте. Похоже с этим я разобрался. Посмотрим, что будет дальше. Теперь на примере тех же катков буду делать зимний камуфляж. Схема его покраски такая же, как я делал на модели в сотом масштабе Т-34-85 для небольшой виньетки. Оставлю ссылку на нее. Виньетка получилась прикольная, с елочкой. Что ж, не уверен, но думаю, очень хорошо. И будет, кстати, предварительно залить модель слоем глянцевого лака. Ну как залить? Задуть. Чтобы потом проще было снимать и скалывать зимний камуфляж. Поэтому дую слоем глянцевого лака. В данном случае акриловый от Vaeho. И в целом укрою всю модель. Поскольку мне все равно придется потом делать лакировку для нанесения последующей смывки. Глянец хорошо бы наносить в два слоя. Первый слой сухой. А второй уже более такой сочный и мокрый слой. А можно даже и третий сделать, опять же, мокрый слой глянца. У меня тут были некоторые брезги от аэрографа, но это не страшно. Поскольку лак прозрачный, засохнет, видно не будет. Плюс замаскируется зимним камуфляжиком. Неплохой глянец можно получить, если прям задувать широким факелом. Правда, лак очень сильно разлетается по всей хате. Поэтому желательно работать либо на улице, либо у открытого окна, или в покрасочном боксе. Окей, после подсыхания обильно задую катки, или то место, где планируется наносить зимний камуфляж, специальной жидкостью для сколов. Аналог лак для волос. Немного жижи в аэрограф наливаю. Остальное можно будет потом вернуть в баночку. Ну и обильно задуваю необходимые места, в данном случае катки. Но правда, все же надо избегать потеков. Как только жидкость подсохнет, можно теперь дуть уже следующим слоем белой краской. Краска должна быть акриловая, на водной основе. И стараюсь аккуратно задувать, не применяя каких-то трафаретов или масок. Но так, чтобы не закрасить резиновые бандажи, закрашенные в черный цвет. Как только задул белым цветом, начинаю сразу же заниматься обдиранием белой краски. Что будет имитировать износ зимнего камуфляжа, конечно же. И в этом деле мне помогает жесткая кисть, смоченная в водичке. Чем больше воды на кисти, тем легче слетает краска. За счет того, что слой жижи для скалывания ее разъедает, растворяет. Собственно, соответственно, если прям сухой кистью обдирать, то краска будет очень плохо стираться. Ну и лучше этот процесс не затягивать, а то сама жижа для сколов и белый акрил могут хорошенько высохнуть. И потом ободрать модель будет довольно проблематично. Выходит как-то так. Возможно, немного грязи в конце сборки еще украсит это дело. На самом деле, этот процесс можно повторить два или даже три раза. Это даст немного более глубокий эффект, такой более интересный, скажем так, двухслойный зимний камуфляж. Что опять же будет имитировать различный износ того самого зимнего камуфляжа. Что ж, работа закреплена. Сверху еще одним слоем глянцевого лака. Время нанести смывочку. Смывка или контуринг, как я ее называю. У меня имеется такая вот классическая темно-коричневая на эмалевой основе смывка от Ammo Mik. Была еще где-то темно-серая, но я баночку куда-то потерял. Да и в общем я решил, что буду применять все-таки темно-коричневую. Покажу на примеры тех же катков. Здесь я буду довольно обильно проливать смывку и вообще не убирать излишки. Зачем, скажете вы? С той целью, чтобы смывка здесь имитировала немножко различные потеки грязи и болотца. Ну а уже, собственно говоря, на корпусе и на башне танка, то, конечно же, излишки смывки я буду убирать. И наносить все это дело гораздо более аккуратно. Вот, кстати, как выглядит башня после нанесения смывки и убирания излишков ватной палочкой. Сразу после нанесения смывки нанес на модель немного масляных художественных красок. Я в этом деле не сильно искушен, поэтому процесс нанесения не снимал. Масло в желтоватых и коричневатых оттенках имитирует какую-то грязь от того, что экипаж в ботинках грязных ходил по танку. Ну и также некоторыми другими светлыми и темными оттенками масло имитировал кое-какие потеки. Также закончил работу над шансовым инструментом. Черенки лопаток, топоров и всего это дело были покрашены в довольно темный коричневый цвет. И чтобы немного выровнять оттенок до более реалистичного, то покрыл сверху слоем желтоватого масла. Как мне кажется, получилось довольно реалистично. Сейчас остается докрасить маслом лопатку спереди. Я о ней почему-то забыл. Ну и также покрасить глушитель. Немного накинуть ржавчины на запасные траки. Нанести копоти на патрубки глушителей. Ну и так по мелочам. Таки модель уже задута слоем матового лака, чтобы убрать все блески и блики. И тем самым придать финальный завершенный вид этой масштабной модели танка. Глушачок. Короче, придумал какую-то технику покраски буквально на ходу. Сперва целиком глушак покрасил в немецкий темно-коричневый цвет. Точнее красно-коричневый цвет. Далее взял баночки с темной ржавчиной и более светлой. И методом, который я пользуюсь для нанесения сколов, натыкал туда-сюда по глушителю этой самой ржавчины. Ну и в самом конце, более светло-коричневым оттенком краски, методом сухой кисти, немного прошелся по глушителю целиком. Вышло как-то так. Ну и сейчас для финиша с глушечком возьму пигмента копоти или сажи и натру немного патрубки того самого глушителя. Также можно дополнительно добавить сухой кисти черной краской. Ну и прям в самом конце смешал немного темного и светлого пигментов. И натираю на катках и кое-где в нижней части модели пылюки. А кое-где с помощью фиксатора пигментов приклеиваю комочки грязи. И дальше, господа, финальный вид проекта, завершение. Ну как вам такой батончик с орешками? По-моему, вполне себе вкусно. What if или по-другому что если ВК-3601, хотя, наверное, его бы могли назвать тоже Тигр-1, на Восточном фронте зима 42-43-го года. О, новые немецкие танки рвутся в бой. Ну а что их будет ждать, и так уже известно. В самом конце вспомнил, что надо бы снять маскировочный скотч с триплексов на башне и также приклеить сзади на корму антенну. Кстати, триплексы вышли не очень, но их и не особо видно. В остальном результат перед вами. Воу, никогда такого не было, и вот опять, наконец-то мы закончили сборку и покраску очередного проекта на канале. Хотя на самом деле это происходит не так уж часто. То нету времени на сборку моделей, то нету желания, то иногда просто хочется попробовать что-то новенькое и начать очередной какой-то проект, закинув при этом старый. Но сегодня тот день, когда мы закончили ВК-3601. Давайте несколько слов касательно самой модели от RFM. Модель неплохая, приятная в сборке и в целом интересная. Но, конечно же, досадный косячок с кривоватым стволом орудия. Возможно, это только у меня такой косяк был в коробке. Не знаю. Касательно модели, которая получилась у меня, то, по-моему, вышла вполне себе съедобно. Изначально я хотел просто в серый цвет сделать модель, потом я подумал, это будет уныло. Сделал в итоге зимним камуфляжем. Ну, по-моему, удалось. Модель выглядит необычно и будет явно контрастировать на полочке в сравнении с другими моделями, которые я собирал ранее. Конечно же, какие-то косяки там есть. И нюансы, которыми и лично я остался недоволен. Но в целом, в целом, результат, считаю, более чем положительный. И мне нравится. Надеюсь, и вам тоже. Поэтому, если вам понравилось, было, скажем, что-то полезное в этом ролике, например, по тому, как делать зимним камуфляжем, то можете поставить лайкос, подписку и какой-то комментарий. А в следующем видео, через недельку, я надеюсь, будет серия по ИСу третьему. Куда же без него. Двигаемся к окончанию и того проекта тоже. Что ж, спасибо вам за просмотр. Удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok